дамы и господа и всех приветствую на канале переехали в сочи с мариной тут заехали под колу продолжаем мы поиски можно сказать кухни но речь о них сегодня не пойдет просто вкратце скажем что там путево нет ничего кроме каких-то самых дешевых вариантов если вам прям просто нам там под сдачу или еще что-то но вот речь сегодня пойдет именно знаете о чем за последнее время очень много не обращаются людей с вопросом можно ли инвестировать с целью перепродажи во многие строки и какие типа стройки можно сейчас инвестировать давайте знаете как называть какие-то названия мы не будем строить вообще куда сейчас инвестировать это все так сугубо индивидуально но я бы знаете как он сказал вот лучше всего сейчас рассматривать именно с данное жилье почему ну потому что все допустим новые строки которые открываются это уже по новым ценам вам уже это глубоко давно известно вы сами видите по каким ценам начинается у нас стройки то есть если мы говорим обобщенно стройка ниже 100 тысяч за квадратный метр сейчас фактически нигде не найти если мы говорим про стройки там какие-то там жилое помещение и так далее но во первых их сейчас в сети и нет никто их не рекламирует и так далее но также не советую сейчас вкладываться именно на этапе строительства почему но потому что сейчас хотя бы есть вариант уже с данных каких-то предложений я не спорю любая сейчас недвижимость она будет в цене дорожать это безусловно так потому что но мы все видим динамику спроса да то есть особенно по фс 214 чем привлекает так сказать покупателя тем что можно это приобрести в в ипотеку тем что это с кровь счета тем что грубо говоря там люди боятся сейчас на непонятном такому неустойчивым я бы сказал рынке до после вот этих всех передряг потерять свои деньги то есть это фактор который вот фактор надежности но как бы дабы вас не отговаривать от фазы объектов которые как бы строится у нас сочи давайте так сделаем назовите мне хоть одну стройку которая сдалась в сочи вовремя фазе не фазе вообще целиком то есть у нас порой иногда бывает какие-то предложения когда уже состройщик построит и открывает допустим какие-то предложения тогда это еще тоже кстати не сказать чтобы это уже опоздал и невыгодно бывают какие-то акционного предложения на рынке недвижимости правильно я смотрю что тенденция это несовременной не современной сдачи не только в сочи есть где по российским не поговоришь кто из наших друзей и знакомых родственников вложился на этапе стройки все ждали и у всех была задержка относительно официального времени сдачи было были все было задержано еще многие не учитывают тот фактор что если рассматривать жилье жилье уже стану пусть даже с какой-то там нет не так сказать экономии до жилье то по крайней мере вы владеете это раз во вторых можете это предложение сдавать в аренду и посчитайте какой прибыль вы сможете получить за этот период срока нежели допустим какая-то стройка которая будет возможно отодвигаться каких-то сроков поэтому сейчас это все знаете как сказать более стало сложно что ли раньше это как-то устроилась гораздо вводилась быстрее но сейчас тенденция показывает всех строек что они задерживаются допустим если взять какие-то города более маленького размера то там вообще на этапе котлована если вложиться вообще не заработать там вообще нет смысла брать на котловане просто ну допустим там разницы нет никакой нет разницы да просто выбирают именно этаж битом и дело еще все в том что когда ты берешь на вот мы взяли датлер на этапе стройки да мы хорошо сэкономили но ждем уже два года но это наши риски которые мы это риски в себя если есть риски оправданные ценой туда может быть стоит риску да а если есть данная по этим же ценам то рисковать не стоит то что на самом деле лучше синицы в руках чем журавль в небе потому что сколько людей ждут нервничают сколько вообще обманутых дольщиков у нас там есть по россии да да им сейчас предложили в полтора-два раза дешевле да и то сумма которую они вложили и люди согласятся измученные на нервничавшиеся да потому что очень много людей которые начинают и звонить не только с целью там скажите куда вложить но и жалуются на какие-то жилые комплексы которые они уже купили и спрашивают как вы считаете когда сдадут что вы можете сказать а риэлтор понимаете который продает в том числе и я не может гарантировать вам какой-то конкретный срок ведь в этой же лодке мы и сами находимся риэлторы те которые покупают для себя для инвестиций то есть также сидят и ждут и это все зависит даже не только от застройщика который все построил вот она готова ну я вот административные ресурсы которые палки в колеса вставляет администрации понимаете что это вот природоохранная водоохранная зона какие-то точки суды и подают там и так далее понимаете то есть вот эти вот междуусобицы которые касаются именно в крайнем случае конечно покупателя ну выходит людям бог на самом деле так мы трансформировались телепортировались до на гастелло пока двигались позвонили по важному звонку вот смотрите то есть итог нашего сегодняшнего темы разговора то есть научитесь ребята сравнивать не торопитесь вкладывать что что потом вас будет нервировать вот мы тоже переживаем то есть мы почему записываем такое видео не с целью того что купите через нас там вот еще что то мы в этой же лодке сейчас варимся нам постоянно звонят спрашивают про наш жека там адлер про другие какие-то живые комплексы уже нами повторяюсь да но все равно как бы я понимаю людей они вложились они там попытались заработать все кто-то для перепродажи понятно у нее есть своеобразный срок выхода из инвестиций а кто-то для себя вот если вы уверенно знаете что вы вот выбрали на этапе строительства квартиру под себя берите ребят не вопрос то есть но при этом вы учитывайте вот эти нюансы которые я уже как озвучил что во время ни один объект не сдается что сроки могут переноситься что нужно набираться терпения и так далее если только вы считаете что вы на этапе строительства хотите заинвестировать с целью перепродажи то ребят тут уже надо обращаться профессионалам то есть я не имею ввиду именно только себя а вообще в тех в тех ситуациях когда вы даже на моем канале видите что есть предложение которое выстреливают именно по акции по какое-то предложение от инвестора и они уже готовы да на этом тоже можно зарабатывать зачем хоронить деньги там на год на два с котлована пытаться выводить их потом конкурируя с какими-то другими инвесторами у которых есть прям я не знаю большой опыт они покупали там этажами и так далее вам будет тяжело вот вам будет тяжело с ними конкурировать поэтому есть предложение начинается они от аж 80 тысяч рублей за квадрат разные они у меня разные есть есть и те которые уже большой площади маленькой площади звоните я вам все подскажу с целью инвестирования можно не только на котловане просто покупать и продавать можно еще купить выгодную небольшую площадь сделать ремонт и на перепродажу но вы уже будете с документами спать спокойно такие варианты есть инвестированием пожалуйста звоните телефончик видите на экране в общем жду ваших комментариев обязательно подписывайтесь на канал есть кому интересно о недвижимости в сочи узнать ему если вам интересно о жизни сочи все это на наших каналах есть подпишитесь на канал еще переехали в сочи 2 ссылочку я подкреплю под этим видео всем пока